здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева 19 02 20 22 итак срочно тоже еще одна информация заблаговременная упреждающая предупреждающая дело в том что об этой информации я знала когда готовилась к фильму по расшифровке кода омикрон но я ее потерял эту ссылку и подумала что ну не обязательно не обязательно об этом говорить но вчера мне одна женщина по имени ирина написала об этом и я попросил ее ссылку прислать она нашла мне эту ссылку я так поняла что это знак для того чтобы надо об этом сообщить об этом событии то есть еще один сатанинский ритуал будет проходить накануне вот этих зеркальных цифр зеркального перехода с этими двойками это будет воскресенье это будет декозил и давайте посмотрим что это такое декозил музыка для конца света то есть сами понимаете да что это все все в единицу времени эти сатанинские ритуалы на в днх был еще один небольшой но там но там чукчи выступали в общем то мне было смешно я даже не стала не стал это комментировать потому что не хотела обижать их привезли сюда шамай пошаманить немножко но это было очень смешно они на коньках там катались даже не хочу даже говорить потому что кроме улыбки у меня это ничего не вызвало поэтому пропустим этот момент там вообще ничего не получилось там просто колуна да какая-то а здесь они готовятся конкретно потому что это событие большое приезжает британский музыкант известный известные в определенных кругах в рокерских кругах неплохой музыкант мы не будем обсуждать его личность я скажу только то что его музыка медитативная она не простая музыка и это тоже все не случайно поэтому музыка для конца света ее так назвали хотя у него у самого этого не было зовут его зовут его брайан и но вот он электронная музыка клавишник был с нашими музыкантами со многими он встречался он здесь какое-то время даже жил петербурге вот например с гребешников принял участие в записи альбома время н тоже любят они эти всякие мистические дела или нож для права мюллер ну в общем вот такой круг общения вот такой круг общения еще раз говорю мы на этом зацикливаться не будем потому что важно само событие сам музыка может даже и не понимать а может быть и прекрасненько понимает потому что они там вполне все понимают надо просто посмотреть еще кай за отдельными знаками но сейчас нет на этом мы не будем на это отвлекаться потому что это сейчас не столь важно всю информацию о нем вы можете сами посмотреть той же википедии послушать его музыку если хотите есть даже статьи о нем в общем-то неплохо россии отзывается и так это действительно серьезное мероприятие оно должно было начаться проходить 9 февраля но она была отменена почему-то они его перенесли на 20 возможно это каким-то образом связано с тем самым ритуалом кольца сатурна который мы разрушили мы энергетически разрушили их намерение и другие ритуалы на в днх мы разрушили и возможно еще в каких-то местах мы просто не знаем это ключевые места и мы можем не знать всех мельчайших вот этих колопенных местах но самое главное ключевые на эти места столбовые что называется матку стержневые и вот это событие получается она тоже стержневой значит зил культурный центр 20 февраля брайан и но назвал ветряные колокольчики примером идеальной генеративной музыкальной системы без привлечения день идея об автономном и бесконечном произведении понимаете об автономном и бесконечном произведении живущим по заданным правилам но без вмешательства человека является одним из главных фантазмов искусства последних 60 лет вот человеком так и хочется отовсюду убрать поэтому это все вот эта музыка это направление она вписывается в систему шваба швабры вот этого четвертой промышленной революции я вам зачитывала в других фильмах прям цитаты из этой книги где они напрямую говорят что нам не нужно не будет ни любви ни чувств не будет никаких эмоций вообще это все лишнее это все лишнее нажал на кнопку и получишь те или иные эмоции вы не будете хозяевами эмоций кто-то будет держать в руках пульт управления вот они нам такую решили уготовить без нашего спроса не нам решили такую уготовить будущее то есть загнать человечество из трехмерного мира которое должно было развиваться дальше загнать его в двухмерный мир компьютерной чтобы само живое вот все живое жизнь саму убрать сделать ее мертвой цифрой с тех пор как и но произнес эту фразу многое изменилось цифровая революция и новые медиа позволили существенно расширить горизонт возможности генеративного искусства дегенеративного искусства и но это и ног иной открытой системы реализуемые в тексте звуки видите открытой системы реализуемые в тексте звуки или изображения всегда были близки музыки для конца света именно этим сюжетом будет посвящено наше очередное самое масштабное событие в рамках этого цикла то есть они сами говорят о том что это будет самое очередное масштабное событие в рамках этого цикла ну вот они говорят о конце света но пускай они их речь им на плечи и конец света это их конец света ну хорошо пускай будет так пускай будет а мы все-таки посмотрим и будем держать руку на пульсе поэтому мы должны посмотреть что это за грандиозное масштабное событие данный концерт стал возможен благодаря усилиям студентов-преподавателей двух направлений школы дизайна не уж вше магистратуры sound art sound students бакалавриаты дизайна программирования то есть у них тут все и дизайн программирование все понятно это вся та система четвертая промышленная революция совместно мы подготовили аудио-визуальную программу где звук и изображение не просто дополняют друг друга но сообща эволюционирует по тем или иным правилам мы хотим не только представить одно из наиболее интересных направлений современного искусства которые мы исследуем в школе дизайна но и попытаться порассуждать о коллективном опыте переживания звукового и визуального потока они там порассуждать собираются то есть они будут проводить манипуляции над зрителями которые туда придут и какой опыт они будут там переживать а то образы и поток и музыки и поток образов это уж ребята и же дирижеры постараются мы не знаем что но предполагаем судя по названию мы можем пофантазировать в общем-то имеем право и порассуждать точно также о том что там может происходить и нет ли это вреда для человечества и зал конструктор культурного центра зил идеальное место для этого зал конструктор хорошо концерт задуман как перформативное событие где одно выступление продолжает другое вот у них там все как задумано они должны держать в напряжении зал поэтому настоятельно рекомендуем приходить к самому началу иначе у них сорвется алгоритм понимаете им нужно важно чтобы все те кто туда придут больше не заходили не выходили чтобы от начала до конца у них весь этот алгоритм и этот опыт прошел на людях которые туда придут они поставят свой опыт возможно музыканты тоже участвуют в этом опыте понимая или не понимая я не знаю может быть они это знают им наплевать на все они знают чем они думают когда они вот на подобные мероприятия музыка для конца света вообще участвовать либо они считают что это вообще все ерунда шапочки из фольги ну ладно ладно хорошо видим русские в общем то ребята будут участвовать и что интересно посещение культурного центра зил возможно только при наличии qr-кода приходите пожалуйста заранее и так что я хочу сказать по этому поводу по поводу вот этой музыки это будет медитативная музыка люди придут они придут и скорее всего опоздают опоздающих уже наверное не пустят то есть никто не должен опоздать и не должно быть обязательно откуаренные по всей видимости это важно поэтому была такая истерика чтобы людей как можно больше уколоть потому что иначе от они не смогут манипулировать через свои волны через через множественные средства манипуляции технические в том числе что такое музыка что такое музыканта музыканты сами по себе они правополушарные они сами по себе когда уже играют свою музыку они находятся в трансовом состоянии естественно зрители которые приходят в зал они тоже находятся в трансовом состоянии значит само по себе действие музыкальное она уже погружает зрительный зал в трансовое состояние но здесь у них еще и задача они же говорят что во первых это музыка конца света, во-вторых, они будут саморазвивающиеся, эволюционируют по тем или иным правилам, то есть они не говорят по каким, но эти правила кому-то известны, они кому-то неизвестны, а кому-то они известны. Тот, кто дирижирует этим моментом, ему известны эти правила, и он будет задавать эту музыку, и он будет поток контролировать образов, то есть люди погружаются в альфа-состояние. Альфа-состояние — это состояние, как раз, когда идет программирование намерения, то есть группа людей будет погружена в гипноз, вот я просто простыми словами объясняю, что будет происходить, им будут даваться музыкальные образы, такие обволакивающие, потому что музыка у него именно обволакивающая, посмотрите, не буду тратить на это время, посмотрите вообще более подробно о его музыке. Будут образы, поток этих образов каким-то образом даваться, возможно, голограммы, может быть, я не знаю, каким образом, может быть, у них там как-то на стенах это будет проецироваться, но люди будут находиться в трансе, их будет обволакивать определенные частоты музыка, и определенные образы они будут вкладывать в свое подсознание. Возможно, их попросят там что-нибудь думать в этот момент, или визуализация, мы не знаем, какие образы туда будут закладывать. И им нужно что? Им нужно накачать эгрегор, им нужно вот этих уколотых, которые откуаренные, послушные роботы, и они должны выполнять эту команду. Поскольку эти черти, они сами не могут это делать, потому что у них нет божественных способностей на материализацию событий, они это делают через людей, и через массы они делают, они программируют массы и делают через людей. А сейчас им просто, ну, горит у них, мы это видим, понимаем. И они делают вот там то в одном, то в другом месте определенные ритуалы. Самое главное – это перехватить. И теперь задача, опять-таки, не дать им сформировать этот образ вот этого конца света и запустить, запустить войнушку, я предполагаю, на Донбассе. Потому что им очень хочется, да, у них срываются, у них не получается вот этого грандиозного шоу, но им очень хочется все равно крови. Это просто, ну, очевидно. СМИ это нагнетают, они пугают людей, они вбрасывают в инфополе всякую информацию, противоречивую, фейковую в том числе. Самое главное, чтобы опять поднять этот страх, адреналин поднять в обществе, этот кортизол, чтобы люди опять были в страхе, в страхе, в стрессе, в страхе, и рисовали всякие эти образы. Они подбрасывают образы войны, и люди начинают, особенно люди впечатлительные, они начинают это в голове своё рисовать. Тем самым они этот эгрегор подкачивают. А здесь у них конкретный ритуал ещё проходит. Тем более людей творческих, тем более уже откуаренных. Вот. Значит, наша задача в чём? Мы уже знаем. Запрещаем без акцепта, без оборота на себя. Разрушаем все сатанинские планы, отменяем конец света. Музыка только для добра, для любви, для жизни, истотного народа на планете Земля, для вечной счастливой жизни. Заполняем это Ниагарским водопадом, потоком любви. Вот этот зал, ЗИЛ, это автозавод. Я, кстати, была в этом зале, выступала много раз, поэтому я его хорошо представляю изнутри, вот этот объём этого зала. Заполняем любовью и устанавливаем порядок Божий на земле. И транслируем ту нашу формулу, которую мы сделали, к единому виду человека разумного, счастья, любви, благоденствия, процветания, радости, долготы, здоровья, благости, навеки вечные, для истотных народов планеты. Слово твёрдо. Утверждаем это, заливаем потоком любви, спокойно, радостно. Ещё дополнительно, заливаем потоком любви Донбасс, Украину, вот это место, где они пытаются сконцентрировать, свои пусковые точки, вот это всё заливаем потоком света любви, вот прям области, прям вот карту, представьте себе, и вот туда вот льём эту любовь свою, любовь. Они ничего с этим не могут поделать, этот свет, искрится, который свет, представляете его, красоту, чистейший, искрящийся свет, любви божественной, тёплый, необжигающий, яркий, яркий, который всю эту тьму разгоняет в каждый атом, в каждую молекулу, межатомное пространство, ядро атома, везде, где эти чёрные точки, они инигилируются, они пшк, и превращаются, знаешь, пошипят и исчезают, вообще исчезают. Вот пускай это для них будет конец света, а мы остаёмся на своей прекрасной, любимой, великолепной планете Земля и продолжаем жить в веках, тысячелетиях, миллионах лет. Счастье, любви, гармонии, благоденствия, слово твёрдо. Так есть и так будет. Благодарю за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Кунышева. До свидания.